4 сантиметра прямой кишки осталось. При закрытии стома будут ли проблемы со стулом? Будет ли он жидкий и частый? Вот еще один вопрос, который я вам тоже хотела прочитать. Он примерно по поводу этого же. Можно ли после операции низкой передней резекции прямой кишки, прошел год, добиться нормализации стула? Диарея, недержание, лечение гастроэнтеролога не помогает. Какие обязательные исследования для контроля, как часто после операции? Про это я говорила на прошлом эфире. Есть так называемый синдром низкой передней резекции. Низкая передняя резекция, как я буквально недавно, несколько минут назад рассказала, это когда удаляется вся прямая кишка, но остается анальный канал. У прямой кишки есть очень важная функция. Ее основная функция – это накапливать стул перед тем, как он выйдет наружу. То есть благодаря этой способности прямой кишки расширяться и служить таким резервуаром для стула, мы можем посещать туалетную комнату один раз в день или даже один раз в несколько дней. И не бегаем туда каждые пять минут, как только кусочек оформленного стула пришел из вышележащих отделов кишечника и достиг анального канала. Во-первых, прямая кишка может расширяться. Это так и называется расширение ампула прямой кишки. Там накапливается, накапливается, накапливается стул. Затем срабатывают определенные рецепторы, которые посылают сигнал в головной мозг и говорят, вот все, там достаточно уже стула, пора бы уже сходить в туалет. И человек идет и опражняет прямую кишку. И вторая функция прямой кишки – это как раз чувствительность до определенного момента, из определенного момента. Когда в прямой кишке только начинает скапливаться стул, мы пока этого еще не чувствуем. Только когда достигается определенный порог, давление на стенке прямой кишки, посылается сигнал в головной мозг. И третье – это уже функция анального канала, это способность сжиматься и постоянно удерживаться в таком сжатом состоянии. Что происходит, когда у человека выполняют операцию, низкую переднюю резекцию по поводу опухоли прямой кишки? У него вся вот эта вот накопительная часть, все это расширение прямой кишки, оно удаляется. Остается только анальный канал, только вот эта замыкательная и размыкательная способность. И вот сюда вот к этому замыкающему, размыкающему устройству подшивается кишка, которая раньше находилась где-то там внутри брюшной полости, гораздо выше прямой кишки. И ее основной функцией было проталкивать через себя те кусочки стула, которые в нее попадают. Вот эта вот кишка лежит там себе в животе, вот сюда попал кусочек стула, она так поджималась, 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 протолкнула его к следующему концу и попала она туда дальше. И делает она это постоянно. И вот эта вот кишка, которая раньше только постоянно через себя что-то проталкивала, ничего не накапливала, она оказывается у анального канала. И, конечно же, первое время она занимается абсолютно тем же. Она все проталкивает и проталкивает, то есть у человека начинается частый стул. Это один из симптомов синдрома низкой передней резекции. Такой частый, так называемый, фрагментированный стул. То есть не один раз сели и много покакали, а каждый раз по чуть-чуть и много-много раз в день. Пять раз в день, шесть раз в день, десять раз в день, иногда пятнадцать раз в день, иногда двадцать раз в день. И второй момент – это вот эта чувствительность внутри анального канала, которая тоже может страдать в результате низкой передней резекции. Чем ниже швы, которыми подшивают канальному каналу толстую кишку, тем больше вероятности того, что эта чувствительность будет нарушена либо снижена. Ну, в общем, не будет человек чувствовать то, что чувствовал раньше. Иногда бывает так, что недержание не связано ни с тем, что именно мышцы плохо держат, а то, что человек не чувствует. У него туда стул пришёл, кишка вот эта протолкнула, протолкнула, а человек не чувствует, что там что-то есть. И оно начинает самопроизвольно выделяться через анальный канал. Вот это вот гораздо более такое серьёзное состояние, которому сложнее адаптироваться. Обычно адаптация организма, она при низкой передней резекции наступает, но не сразу. Требуется несколько месяцев на то, чтобы та кишка, которая сюда пришита к анальному каналу, начала всё-таки немножко расширяться и быть, ну, хоть немножко похожей на прямую кишку. Всё это время людям нужно адаптироваться, привыкать к новому состоянию тела, к новому функционированию анального канала и тому, что теперь вместо прямой кишки там находится. Это и регуляция питания, во-первых, режима питания, во-вторых, характера питания. Режимы питания — это сколько раз в день человек кушает, столько раз у него и будет стул. Есть люди, которые, например, начинают кушать два раза в день, либо даже один раз в день, потому что они знают, что вот если я не поем, если я поем утром, то весь день буду бегать в туалет. А если я поем и утром, и днём, то прям точно 100% буду вот только в туалете и сидеть. А нужно ходить на работу, ходить на учёбу, заниматься детьми какими-то разными делами. И есть много людей, которые предпочитают кушать два раза в день, например, днём и вечером. Есть люди, которые кушают один раз в день, только вечером. Но они понимают, что способность вообще иметь анальный канал и жить без томы — вот такая своеобразная плата, то, которую они платят изменениям образа жизни. Изменяется характер питания. То есть если у обычных людей мы рекомендуем есть больше растительной клетчатки, овощей, фруктов, то есть чтобы делать стул более таким мягким, объёмным, ну, по сути, таким более, ну, как бы, менее оформленным, да, то вот у людей, у которых синдром низкой передней резекции, как раз рекомендуют кушать бананы, белый хлеб, то есть делать стул более твёрдым, потому что в таком случае человек будет его лучше чувствовать, и вообще стула будет меньше. Чем меньше стула, тем меньше позывов будет в туалет. Поэтому синдром низкой передней резекции — это такое своеобразное состояние, о нём обязательно нужно предупреждать людей, которые идут на операцию при раке прямой кишки, и все вот эти вот особенности, мы их должны учитывать, и человек должен принимать решение о характере операции с учётом вот этих вот ожиданий, ожидаемых последствий в результате низкой передней резекции. И на самом деле тоже есть их немного, но есть люди, которым вот так вот рассказываешь по-честному, с чем они могут столкнуться после операции, и они делают выбор в пользу постоянной стомы. Они говорят, ну, вы знаете, такая жизнь мне не нужна, пусть у меня будет висеть мешочек, я буду понимать, когда он там работает, буду его чистить и мыть, но вот эта вот непредсказуемая жизнь и жизнь рядом с туалетом меня не устраивает. Такие люди тоже есть, которые делают такой осознанный выбор. Продолжение следует...